Дианка, Кыш, сейчас мама все услышит, что я хочу унести коробку. Я достану парочку и все, остальное отдам. Штефи, спасибо тебе большое за этот замечательный набор. Устрою себе сегодня косметический час. Здорово, спасибо. Кстати, Штефи, у Кати и Макса очень много ненужных игрушек скопилось. Твоим малышам нужны игрушки. Да-да, мне нужны игрушки, особенно игрушки Макса. У него так много здоровских машинок, я бы поиграл. Даша, ты знаешь, ой, я даже не знаю, но если Кате с Максом и Дианке они больше не нужны, то тогда, конечно, мы с удовольствием их примем. Все, Штефи, здорово, хорошо. Схожу к Кате с Максом, скажу, чтобы они разобрали свои игрушки и сложили в коробку те, которыми больше не играют. Хорошо, Даша, пока-пока. Так, посмотрим. Ой, какой дивный наборчик. Ой, какое большое спасибо, Штефи. Сделаю сегодня ванночку для ног, маску для лица. Ой, здорово. Ой, я же совсем забыла. Я же обещала Штефи игрушки. Самый популярный баскетболист Макс подходит к кольцу и забивает мяч. Ура! Катя, 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 ты что, раскидала тут все свои игрушки? Мне негде играть в баскетбол. Давай собирай, прямо на дороге раскидала. Ха, обычно это я так делаю. Макс, ну аккуратнее, смотри, куда идешь. Просто у меня скопилось столько игрушек, они у меня не влезают ни в какой шкаф. Я не знаю, что с ними делать. Может, к тебе в сейф положить? А, Макс? Не, Катя, поищи другое место для своих игрушек. Катя, не подглядывай, я ввожу свой секретный код. Так. Ой, Макс, да больно мне нужен твой сейф. Тем более у тебя пароль, наверное, дата твоего рождения. Не понял, откуда ты узнала? Ты все подсмотрела, что ли? Нет, Макс, просто ты везде ставишь именно этот пароль. И на ноутбуке, и на телефоне, и вот на сейфе тоже самое. Катя, Макс. Ой, Катя, все игрушки раскидала. О, ничего себе. Ой, я как раз, наверное, вовремя. Ребята, я пообещала тете Штефи, что мы отдадим ее малышам-двойняшкам наши игрушки, которые нам не нужны. Дианкин я уже перебрала, теперь ваши. Макс, собери игрушки, которыми ты уже не играешь. И Катя, пожалуйста, тоже. Малыши хотят новые игрушки. Вот, положите в эту коробочку, хорошо? Что? Я не хочу отдавать свои игрушки. Малышам тете Штефи, это мои игрушки. Я их никому не отдам. Макс, ну что ты жадничаешь, у тебя целый шкаф. Давай вместе посмотрим, чем ты больше не играешь. Эти игрушки я отдадим, какие не жалко. Ух ты, как здорово. А я как раз не знала, куда деть эти игрушки. Дианка сказала, ими играть не будет, а я уже тоже не хочу. Их я ей отдам. Вот моя расчесочка, как раз для маленьких волосиков. С моими она уже не справляется. А у Дианки есть своя. Пони, они у меня две одинаковые. А еще есть третья. То есть у меня три повторения в коллекции, они мне тоже не нужны. Еще мячик, Машу и Хеллоу Китти. Вот, а Дианка еще положила две погремушки. Макс, ну посмотри, тут мишки. Ну ты же не играешь ими, ты же уже у меня не малышка. Так, сказки. Ну это тоже для малышей. Свинка Пеппа. Ну что, тут крокодильчик, прыгающая овечка. Ой, а вон маленькая машинка. Макс, ну это все тебе не надо. Отдай малышам тетю Штефи. Положи в коробочку, а я унесу передам. Нет, мам, свои игрушки я дам. Ух ты, а что это у мамы такое новенькое? Тетя Штефи принесла. Барби. Какой-то косметический набор для процедур. Банночка, нарисованы ножки. Наверное, туда нужно ставить ножки. Так, какое-то полотенышко. Щеточка. Еще какая-то щеточка колючая. И маска. Ух ты, ух ты, я тоже хочу. Тоже хочу попробовать. И буду самая-самая красивая. Нужно открыть и посмотреть, пока мамы нет. Так, вот это ванночка, там ножки. Туда поставлю ножки. Ух ты, ух ты, мне подошло. Здорово. Ну вот, Дианка к красоте готова. Макс, ну ты что? Я уже все свое сложила. Давай свои игрушки. Кать, а я тут подумал. А вот, держи, вот эту погремушку. И положи. Двойняшкам тете Штефи. Мне ей не жалко, я отдаю. Макс, здорово. Но это не твоя погремушка. Это отдала Диана. Дианкина погремушка? Хм. О, а тогда вот эту вот расчесочку я подарю малышам. Положи в коробочку. Ой, точно. Я забыла положить свою расчесочку. Я ее подарю. Макс, она моя. Так что, это игрушка от меня. А ты свои давай, складывай. Кать, ты знаешь, я, наверное, ничего туда не положу. Я не жадина, но... Катя, Макс, ну что, у вас все готово? Ой, а что? Где Макс? Игрушки вывалил, а в коробочку не сложил. Макс, Макс. Ладно, сама все за него сделаю. Ой, ну Мишки точно для малышей. Так, сказки тоже. Пусть Штефи прочитает малыша. Мы уже сто раз их прочитали и выучили наизусть. Так, так. Ой, вот эту машинку оставлю. Это любимая машинка Макса. Ой, остальное все для малышей. Можно, я думаю, сюда все собрать и Штефи отдать. Да, Катя, как думаешь, Макс не заругается? Мам, ну не знаю, он не хотел вообще ничего отдавать. Ну как же он не понимает. Если это не отдать, новые игрушки будет некуда складывать. И придется ему все время играть в эти игрушки. Ой, ну вот, еле дотащила. О, Дианка! Как здорово! Пока мама ходила собирала игрушки, Дианочка устроила себе час красоты. Дианочка, ну это же для взрослых. Снимай, тебе это не нужно. Ой, мам, ну ладно, мне так понравилось. Только эта щеточка какая-то слишком колючая для меня. И в ванночку, наверное, нужно наливать водичку. Так сидеть мне совсем не интересно. Держи, мам, я тебе все отдам. Ой, как же здорово! Какая приятная щеточка. Так. Теперь одену маску и полежу. О, Кать! Ух ты! Мама унесла коробку. Ну что, она уже отдала Тетю Штефе все твои игрушки? Иди, Ланкины! Макс, да, мама унесла коробку. Но она и твои игрушки отдала. Оставила тебе твою любимую машинку. Что? Как это? Я забыл закрыть сейф, что ли? О, пухта! Фу, кабриолет хоть оставила. Мой любимый коллекционный. Мама, мама, да как так? Это же мои игрушки. Мама все равно в маске и ничего не видит. Я сейчас достану пару игрушечек. А парочку оставлю. Так. О, миньон. Миньона заберу обратно. Это моя любимая игрушка. О, машинка, тачка. Это тоже. Мотоцикл и медведь из Маши. О, и мои любимые сказки. Ну что, что я вырос? Я их хочу хранить на память. Оттащу пока коробку и там разберу. Макс, не жадничай. Отдай игрушки. Мама купит тебе новые. Янка, Кыш, сейчас мама все услышит, что я хочу унести коробку. Я достану парочку и все. Остальное отдам. Макс, ну ты что, так же нельзя. Если пообещали, значит надо выполнять. А ты опять оставишь половину сломанного крокодила. Я тебя знаю. Ты мне вон какую машинку отдал. Без колес, без окон и без зверей. Вот так. Ой, Макс, ты оставил свою любимую книжку со сказками? Маленький, давай я тебе прочитаю сказочку на ночь. Ты ведь так не уснешь. Жил-был на свете жадный Макс. И он никому ничего не отдавал. А малыши плакали без игрушек. И очень хотели сказку на ночь. Но у них не было такой замечательной книжки. Потому что Макс пожадничал. Хотя знал ее наизусть. Катя, да хватит. Чего издеваешься? Ты правда? Что ж я? Жадный что ли? Игрушки для малышей. Они и есть для малышей. Я вырос уже. И вон какой большой Макс. Собирай, Катя. Понесли в коробку. И вместе с мамой сходим подарим малышам. Там я и поиграю в свои игрушки. А мама купит мне новые. Я как раз хотел робота-трансформера. У меня такого еще нет. И он уже для больших мальчиков. А маленькие могут маленькие детальки проглотить. Я его пока им не отдам. Пока они не подрастут. А потом подарю. О, я же Макс не жадина. А вы, ребята, делитесь своими игрушками. Со своими братьями и сестрами. Да-да, Макс. Смотри, тут в сказке написано, что оказывается, Макса заколдовала злая и жадная ведьма. И он был жадиной. А потом, оп, волшебной палочкой хлоп, и он стал хорошим мальчиком. Вот и сказочке конец. А кто слушал, молодец. Пойдем, Макс, отнесем твои игрушки и попросимся с мамой в гости к тете Штефи.